Приветствую вас. Вы знаете, по описанию я бы сказал, что вы чересчур сильно заинтересованы в общении с мужчинами. Я бы по описанию сказал, что вы чересчур сильно нуждаетесь в них, в мужчинах. Вот, по описанию я бы сказал, что возможно у вас были проблемы, какие-то проблемы с отцом, потому что, ну, потому что все мужчины, которые у вас были и есть, они как-то так получается, да, что сильно старше вас. Это всегда говорит про, ну, про проблемы с отцом, вот, либо какую-то травму во взаимоотношениях, значит, с родительской фигурой мышкового пола в отношении. Смотрите, вы говорите о том, в начале своего сообщения, что, значит, мне делают больно, предают, используют это, который намечают развиваться в других сферах жизни, карьеры, да? Аноним, я буду называть вас так, потому что ваше имя, оно, ну, не очень, не очень звучит. Аноним, вот, скажите, пожалуйста, как относятся, какое отношение, точнее, имеет то, что вы реализуетесь, развиваетесь сами, к тому, что вы выстраиваете с мужчинами. То есть, как это влияет, как это, ну, соотносится друг к другу. Две эти истории. То есть, вы развиваетесь для себя. Вы что-то делаете для себя. Вы, значит, растете в карьере для себя. Как здесь замещен мужчина, как здесь замещен другой человек. Вы реализуете в себя свои желания, то, что вам хочется, то, что вам интересно. Каким образом здесь примешивается партнер в любовных отношениях, для меня загадка. Вот. Идем дальше. Вы пишите, в последнее время не могу построить нормальные долгосрочные отношения. Давайте подумаем цель. Цель отношений какая? Каких мужчин вы выбираете для этого? Для отношений. Готовы ли эти мужчины? А, ну, к отношениям. Могут ли они вам дать то, что вы хотите? А самое главное, должны ли? Дальше. Мне делают больно. Спешите вы. Но больно вам делают по какой причине? По какой причине вам делают больно? Потому что человек делает больно? Или потому что вам больно? Ведь вы позволяете делать себе больно, с одной стороны. А с другой стороны, боль означает, что так вы чувствуете. Так давайте разберемся с тем, что именно конкретно вы чувствуете. Чувствуете? Дальше. Предаюсь. Здесь мне бы хотелось обратить внимание на то, что есть предательство. Как вы его понимаете? Видите ли, концептуально люди рассматривают предательство как правило. Ну, как правило, да? Как действие человека, какого-либо человека, значит, ну, в свою пользу. То есть, когда человек, условно говоря, действует для себя. Вот. Когда человек действует для своего блага. И это воспринимается как предательство, потому что тот, кого предали, ожидает от человека иного поведения. Другого поведения. А можно ли, можно ли считать предательством, когда человек действует для себя? Да. Можно ли считать предательством, когда человек действует так, как хочет он? О. Понимаете? Понимаете? Мне думается, что нет. Дальше. Предательством. можно назвать такую историю, когда человек делает что-то вам во вред и раскаивается в этом. Только наличие раскаяния у человека означает, что он вас предал. То есть, это именно предательство, когда человек не раскаивается, это не предательство, это означает, что у него изначально была такая линия и модель поведения, просто вы об этом не знаете. Далее, использовать. Ну, использовать, опять же, использовать, вы позволяете себя использовать. Для чего? Большой вопрос. Итого получается, что в отношении, как вы занимаете позицию жертвы. Представляете об этом в треугольнике Карпмана, направо в поиске треугольника Карпмана. Так, про то, что мешает развиваться в других сферах жизни я сказал, я не могу найти себя. Это вот, пожалуй, ключевая проблема, которая не имеет никакого отношения к вашей любовной истории. Это скорее то, что вы не можете найти себя, это скорее история про то, значит, как вы к себе относитесь. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Вот это скорее вот история про это. То, что вы не можете найти себя. И как бы вопрос, собственно говоря, к вам, как же вы пытаетесь в таком случае построить отношения, да, вы пытаетесь построить отношения с кем-то? Если вы не можете найти себя, как вы говорите. То есть, как же вы пытаетесь соотношения построить с людьми, с людьми, с мужчинами, с тем, что ли. Что вы можете тогда им пригласить? Ну вот. Мужчинам опять-то. Вот. В таком случае. Понимаете? И что вы пытаетесь, эм, ну не знаю, компенсировать, может быть, таким образом? Эм, значит. Пытаетесь выстроить отношения с мужчинами. Вот. Вот. Вот это опять же, да, вопрос идёт в большей степени к вам и про то, как вы сами к себе относитесь. Это проблема личностного развития. Не могу ли я реализовать себя, как женщина, мама и жена? То есть, эм, а, как профессионал вы себя реализовали? Как специалист вы себя реализовали? Как, эээ, значит, сотрудник вы себя реализовали? Что вы говорите, эээ, сейчас про жень, жень, женщину, жену, маму. Правильно ли я понимаю, что вы хотите, эээ, значит, эээ, ну, правильно ли я понимаю, что вы хотите, эээ, детей? Правильно ли я понимаю, что вы, ну, заинтересованы в том, чтобы у вас были дети? Правильно ли я понимаю, эээ, то, что вы хотите, эээ, за мужество? Вот. Ну, в таком случае, опять же, у меня, к вам, ээ, вопросы. А зачем? Зачем вам это всё? Для чего вы хотите замужество? Для чего вы хотите детей? Какая, эээ, грубо говоря, необходимость, эээ, в том, чтобы, эээ, становиться мамой, там, к примеру, и так далее? То есть, ответьте себе, эээ, пожалуйста, в том числе, на этот вопрос. Потому что это очень важный момент. Очень важная история. Дальше. Эээ, не могу найти выход. Выход, только найти себя и заниматься чем-то для себя. В том, где, эээ, не затрагиваются, эээ, эээ, другие люди. Вот. Дальше. Идём. Так, эээ. У меня даже подсказывают суицидальные мышцы. То есть, всё для вас это настолько серьёзно, что вы хотите себя убить. Эээ, эээ, что же вы, так, себя, не цените? Откуда такое желание? Притянить себе вред. Кто, эээ, желает вам смерти? Это, тоже, нужно, с этим моментом разбираться. Почему вы считаете, что, если вы, например, на данный момент, вот, 26 лет, эээ, не смогли, эээ, условно говоря, ээээ, реализоваться, как, ээээ, ну, вот, как вы описываете, да? В Representative repertoire. О-о-от. Аммм. Почему вы считаете, что это, повод, значит, ну, причинить ещё вред? Вред. Опять же, здесь мне интересна ваша идеология, ваша позиция. Я бы хотел эту позицию раскрыть вашу. Дальше. Так, также у меня проблемы в семье. Какие проблемы в отношении к маме? Какие, опять же, какие проблемы в отношении к маме? Да, то есть, как бы, понимаете, какая история? Вот нельзя, нельзя начинать отношения с мужчинами, да? Не решив свои проблемы, которые у вас есть. А вы в таком впечатлении, что именно это и делает. То есть, у вас есть проблемы с мамой, у вас есть проблемы, как вы пишете в, значит, ну, в семье. Так, давайте разберём эти проблемы. Давайте поисследуем эти проблемы. Понимаете? Понимаете? То есть, как бы, вот это нужно... исследовать, да? Дальше. Так. Я недавно вышел из отношений, где мужчина был старше меня на 14 лет. Ну, то есть, откровенно, что вы, ну, совершенно очевидно, что вы, ну, свои желания, да, вы склонны подавлять. То есть, вы тяготеете к мужчинам повторше, потому что, потому что. Мужчины помоложе. Кажутся вам такими, вероятно, ну, не серьёзными. Вот. Скорее всего. И, соответственно, вы это обесцениваете. Хотя, конечно, я могу здесь ошибаться. Ошибаться. Могу быть не прав. Здесь. Вот. Дальше. Он управлял моей жизнью? Нет. Это вы? Вы? Позволяли ему управлять своей жизнью? Вот. Почему-то, для чего-то, вы позволяли ему это делать. Так. Разведи он двое детей, и жена от него убежала. И вас, соответственно, не насторожило сутбака, что она это сделала. Да. Он очень эгоистичен, бизнесмен, но ужасно жаден. Мы, практически, поровну купали еду в дом, дали равнозначные подарки, ехали в отдых за свой счёт, но не в этом случае. Он мог ударить вниз, облазать, манипулировал, но и говорил, что никого не достойно. И это вы? Оно... Это то, как вы себя воспринимаете. Это то, как вы себя видите. Далее. Так вышло, что я встретил мужчину, похожего на него. Ну, то есть, на сути, вы, не завершив одних отношений, да, вступили уже в другие отношения. Сразу, практически. Так. Вы как считаете, вот, мужчина, он вообще достойный того, чтобы вы его выделили только потому, что он похож на предыдущего? Дальше. Так. Значит, такой же, видимо, разницы в возрасте. В всей компании я выделил его и не знал, на сколько лет. Чем занимался? Некоторые мне знали, что он женат. Я в женат с ним влюбилась и увидел его жену, как он его любит, проводит время. Мне было больно, и в те праздники я ревел, и ненавидел, и хотелось его вызывать, но он учёл. Я понимал, что плохо поступаю, но я не знал, что он женат изначально, иначе я бы в жизни с ним не общалась. Я прекратил отношения по своей инициативе, пыталась после него построить новые отношения, то есть, как бы, опять же, не завершив эти отношения. То есть, смотрите, не так получилось, а вы, вас что-то привело к этому мужчине. Скорее всего, не завершённые отношения к предыдущему. Далее, вы пишите, эээ, если компания выделила, чем? Чем она вам, эээ, чем, почему вы его выделили? Эээ, через некоторое время пишите, я узнала, что он женат. Хорошо. Далее вы пишите, я ужасно влюбилась. Въехала на ноги после того, как вы знали, что он женат. Элидер, стоп, изменилась после того, как вы знали, что он женат. Эээ, мне было больно, от чего? Вам было больно, из-за чего она, то есть, из-за чего боль, эээ, какова природа боли? Вы встретили мужчину, вы, я не очень понял, общались с ним или не общались, но вы с ним, вы когда что-то о нём узнали, знали, что он женат, от чего вам было больно, конкретно. Дальше, эээ, так, все праздники я рвел, опять же, от чего? Я ненавидел их, эээ, как бы, по какой причине? Это, вот, проследите свою ненависть. Чего лишили вас, грубо говоря. Дальше, хотел я его завоевать. Ну, опять же, вы, что, мужчина, чтобы завоевывать женщину, а человек, это, что, приз, который надо завоевать? То есть, откуда такие, вот, эээ, фразы, термины завоеваться и так далее? Как вы понимаете, что это вы делаете для себя? Ну, надеюсь, вы понимаете, что выйдет, что вы это делаете для себя? Вы пытаетесь усвоевать. Он ушёл. Ну, он не мог уйти, потому что он к вам не приходил, он не был вожжим. Я понимал, что я плохо поступаю. В чём? Эээ, так, я не знал, если он женат изначально, я в будущей с ним не общался. Ну, а когда узнали, то как будто, это, если это оправдание, то это очень странное оправдание. Эээ, дальше, эээ, я прекратил отношения по своей инициативе. Как вы прекратили отношения по своей инициативе, если вы пишете, что он ушёл? Ушёл. Эээ, пыталась после него построить отношения, чтобы забыть. Опять же, отношения так не строятся этим, вы обесцениваете человека, с которым вы пытаетесь построить отношения. Я уже не говорю про вас. Эээ, дальше, секс, дело не дошло, что логично. А вы ожидали другого? А вот, недавно я встретил мужчину умного, успешного, интересного, простого, как мне показалось. Как мне показалось, познакомились на сайте знакомств. А почему вы познакомились на сайте знакомств? То есть, по какой причине вы знакомитесь на сайте, на умств, а не в реальной жизни, по поводу, например, своих интересов, своих хобби, увлечений и так далее. Он десять лет прожил в США, вернулся, купил здесь квартиру. Интересно, а вот, как бы, по какой причине вернулся? Мы вместе отлично проводили время, ходили на квесты, ужины, гуляли. Супер. А всё вас объединяло. Я познакомился с подругой. Зачем? Она была восторгой, как он дикий, скромный. Складывается ощущение, что мнение подруги и впечатление подруги о нём для вас важнее, чем ваши собственные. Хотя, опять же, могу ошибаться. У меня редко бывают такие чувства. Как редко, если у вас, да как минимум два раза были такие же чувства к мужчинам. О каких чувствах вы говорите? Я влюбилась. А что выкладывать в это понятие? Влюбилась. Как вы думаете, что такое влюблённость? Пусть я три недели была близость, я остался у него на ночь, на утро. Слушайте, а не быстро, три недели. Как бы то есть, ну ладно, дело понятное, если вы взрослые люди, которые как бы просто хотят, ну, получить удовлетворение, да, сексуальное, в этом как бы нет ничего плохого. Но если вы настроены на длительные отношения были, то вот с учетом предыдущей вашей истории, что там того, что вас использовали и т.д. Ну, трендили как-то очень быстро. Быстро. Я остался у него на ночь, на утро мы поднавтракали, он придумал, что к нему принесло. Почему придумал? Почему? По какой причине? Опять же, у вас какие-то ожидания появляются от мужчины, судя по всему. Плюс недоверие к нему. Я это вычислил по расписанию предыдущих. А с чего вы вычисляли по расписанию предыдущих? Значит, уже тогда у вас появились какие-то желания с вашей стороны. Вот и тогда были какие-то прозрения, тогда был какой-то страх, паренуя, может быть, ревность. На каком основании? Какова природа этих чувств? Что вы ожидали от мужчины? То есть, совершенно очевидно, что вы, переспав с ним, рассчитывали на серьезные отношения. Не спросив мужчину, а готов ли он к серьезным отношениям? А хочет ли он серьезных отношений? А что ему вообще надо? Ему самому. Дальше. Так, значит, редко писал, отвечал сутками, часами. Ну, опять же, здесь не очень понятно, как именно вы, аноним, выстраиваете общение. То есть, как бы, ну, редко отвечал, что человек занят. А вы, по идее, ну, должны были быть, а заняты тоже. По идее, по идее, повторюсь, по идее, вы не заняты. Как бы, вопрос, опять же, к вам. Так, значит, договорились еще встретиться посреди недели. Хорошо. Провели время, познакомили меня с друзьями. Мы вместе с Узином. Друзья Назара Кирмановна. Постучил, опять не писал. Или резко отвечал. Долго. То есть, опять же, у меня составляет такое ощущение, что вы его, ну, преследуете. Так, последний раз, когда мы были последний раз, к вечеру у меня была температура, на следующий день только в восемь вечера я не записался на моей дороге. А почему вы ожидали, что будет иначе, что будет по-другому? Когда я позвонил, два часа не снимал телефон, потом сказал, что был с друзьями. В пятницу мы провели время, и я сильно переживала по поводу чего. Не выдержан, и сама написала. Ему пригласил посидеть у него, и вывел на разговор, сказал, что мне кажется, он ко мне не приятно относится. Зачем? Зачем аноним? Зачем все это? То есть, какие в основе данных действий были мотивы? Вот, именно с вашей, с вашей, с вашей, с вашей именно стороны, какие были мотивы? То есть, вот, мне кажется, что это очень такая важная история. Для вас. Конечно. Дальше. Так. Тут опять же такое впечатление, да, что у вас очень много, ээ, ожиданий к мужчине. Дальше идем. Так. Ммм. Так, эээ, значит, на дом не ответил, что у меня это. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Я сказал, что он свободный, на что он ответил, что ужинает с братом, если его отпустят, то приедет. Я ответил, что жду его, после чего он ничего не писал и пропал. Я видел, что он был в 6 утра. Скорее всего гулял в субботу вечером, я ему не интересен, и я ему не интересно. Ну, то есть, это опять же у вас, как бы, ну, эээ, ревность. Это, это, это всего ревность в данном случае. Ну. И, эээ, ваша неудивлитворенность. Вот. Что ж, вы от него чего-то хотите. Эээ, для себя. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Дальше. Эээ, так, я морально убит, я ненавижу всех мужчин, ну, то есть, мать, да, у вас здесь уже идёт. Перенос отношения к себе. Почему вы морально убиты, если у вас с человеком никаких отношений, это, по сути, нет? Я вижу его сообщение, почему он так поступает. А, как бы, чья ответственность, что вы ждёте? Его сообщение. Зачем вам, зачем вы ждёте его сообщение? Что вы хотите? Еще я поняла, что он слишком самовлюблённый, думаю, что все его ревнуют, не могут выйти, не могу выйти из этого. А откуда, почему вы так решили, что он слишком самовлюблённый, на основании ничего? Что мне ответить, если напишет, эээ... Да ничего не ответить, у вас нет отношений, у вас не было отношений. То есть у вас, ну, была близость, но этого мало для отношений. А вот как вести себя дальше? Да, обыкновенно. Обыкновенно, как независимый человек, у которого есть свои дела. Как бы. Эээ, пригласить общение. Да как хотите. В основном для дела, вам нужно работать с этой машинкой и с личными границами. Вот. Потому что, ну, в противном-противном случае, вам отношения, будет не построить. Эээ, ну, то есть, не сможете построить отношения, да классно. Так вот. Как вы их устраиваете. Сейчас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.